приветствую вы на канале реалистик ps не так давно я наткнулся на один очень интересный ролик от канала футбол 24 в котором игроки мкала участвовали футбольным челленджем на пару с андреем аршавиным и казалось бы что здесь такого интересного челлендж как челлендж но меня скорее заинтересовал тот факт что по сути весь этот ролик это реклама без 2021 там прямым текстом упоминается о том что все испытания взята прямиком из тренировочного режима игры ну и периодически всплывает плашка о том что бесплатная версия педа 2021 уже доступна на всех платформах и после этого я задался вопросом а как еще разработчики рекламировали свою игру на территории нашей страны именно этот вопрос мы рассмотрим в сегодняшнем ролике по традиции не забудьте поставить лайк этому видосу и написать положительный комментарий дабы помочь ролику с продвижением ну а также подписывайтесь если находитесь на этом канале впервые и жмите на колокольчик дабы получите уведомление о выходе роликов стоит отметить что маркетинг к нами мы будем рассматривать с того момента как в игре появилась наша лига поскольку до этого какой-то конкретной рекламной кампании в нашей стране банально не было поэтому начинаем мы с 2018 года когда японцы проанонсировали появление рпл без 2019 в этом же году в рамках пресс-тура разработчики заглянули и к нам в москву дабы немного рассказать об игре один этот пресс-тур это своеобразная реклама игры им так еще все присутствующие гости так или иначе были рупором новой части что я имею ввиду ну например администрацию вин пес или же пес коммент которые освещали ход событий данного мероприятия а спустя какое-то время и вовсе выкатили интересное интервью с главным разработчиком ну или же стример юра ганс который также освещал ход событий кстати отдельно тебе привет юрок если ты каким-то образом наткнешься на этот видос просто не так давно юра пополнил ряды канала psflix и вот как то вот так но мы отклонились от темы по сути в том году больше игра никак не упоминалось в информационном пространстве конечно были многочисленные статьи на тему рпл в 2019 о самой игре и так далее но я очень сомневаюсь что данные статьи были проплачены разработчиками потому что им банально нет дела до какого-нибудь там sports ru или чемпионату точка ком поэтому опустим это уже в следующем году на очередном пресс-туре который прошел в питере канами объявили о появлении аршавина в качестве новой легенды игры и по сути с того момента андрей становится рекламным лицом педа тысячи двадцать в россии поскольку после релиза самой игры стали появляться рекламные ролики в которых непосредственно участие принимал как раз таки андрей конечно из его уст конкретной рекламы мы не слышали зато об игре упоминали все кому не лень вместе с этим официально аккаунты рпл соц сетях стали публиковать составы команд в стиле меню и спец 2020 подкрепляя все это прямой рекламой футбольного симулятора но после этого к нами объявили о партнерстве зенитом который является единственным в нашей лиге ну и как уже могли догадаться в текущем году ситуация аналогичная несмотря на то что 21 часть это один большой апдейт его продвижением никто не отменял именно поэтому во время последнего тура рпл перед зимними каникулами аккаунты лиги снова представляли составы команд в стиле меню игры а на матч зенит спартак так и вовсе выкателем небольшое видео превью что было не свойственно обеим сторонам чуть ранее как я упомянул еще в самом начале также вышел целый рекламный ролик на 17 минут в котором игроки мкала на пару с аршавиным выполняли тренировочные задания прямиком из игры что примечательно что в самом видео или в постах от аккаунтов рпл идет акцент именно на бесплатную лайт версию игры похоже что к нами хотят привлечь долю игроков именно в my club нежели чтобы они купили полноценную игру хотя тут остается только догадываться вот по сути все что из себя представляет маркетинг игры на территории нашей страны помнишь как перед релизом пет 2019 все ожидали что игру будут рекламировать прямо на матчах рпл ну а что он эксклюзивное соглашение как-никак однако ничего подобного не произошло и как показал опыт подобная реклама свойственно только на матчах партнеров будь то ювентус или барселона но кто знает возможно к нами развернут такую рекламную кампанию пизд 2022 что мы все тут немного приофигеем или наоборот как-никак в последние года у них довольно таки интересные трейлеры посмотрим что будет 22 части поэтому в комментариях пишите что вы ожидаете от рекламной кампании 22 части возможно отдельный трейлер с рпл или что-нибудь подобное пишите в комментариях ну и также не забывайте поддерживать этот видос лайком а канал подпиской и колокольчиком если вы еще не закрыли это видео то хочу поздравить вас наступающим новым годом друзьям несмотря на то что двадцатый год выдался трудным для нас всех именно за эти 12 месяцев наш канал сильно вырос выросло количество подписчиков выросло количество просмотров комментария под видео и все благодаря вам друзьям я уж и подумать не мог что концу этого года на этот канал будет подписано больше пяти тысяч человек поэтому спасибо еще раз наступающим новым годом и услышимся уже скоро до скорой встречи друзья